Молодец. Как зовут гитару, Слав? Привет. Гитару зовут, простите, неблагозвучным словом, Ибанес. Для русского уха. Это фирма такая. Японская. Есть какая-то предыстория. Нет, история же в конце. Да, история веселая в конце. Вначале хотим поговорить о творчестве вашем. Новый альбом в ушах. Да. Это первый, второй какой? Второй. Чем отличается от первого? Сколько там композиций? Преимущественно о чем? Ну, композиции всегда я выкладываю 9-10, чтобы влезло в этот пост на стене ВКонтакте. Первый альбом встретили лучше, потому что его никто не ждал особо, что воу, ты, оказывается, пишешь песни. Второй же так прохладней, что... А, ну понятно, ты, значит, забросил медицину уже, побыла ты в поликлинику к тебе не прийти. Че тебя слушать, да. Че твоих песен, вот у меня тут ребенок. Пропал человек, все, понимаете. Поэтому, да, уже так, ну, прохладней. Но это, я спокойно к этому отношусь. Вообще, среди моих друзей не найдется же, допустим, все 200 человек, которые бы слушали даже какого-то крутого исполнителя, что же говорить обо мне. Поэтому так, то есть, если первый альбом послушали все так, ну, из вежливости, то второй же те, кто, так скажем, остался. Ценители. Да. Кто кому понравился. Ну, может быть, мы сразу к музыке, да, впереди. Ну, давайте послушаем для настроения. А, если у нас сонг номер ван. Да, если у нас презентация второго, то из первого нельзя, да, ничего, петь. Почему? Можно, конечно. Для сравнения, наоборот, интересно. Ну, хорошо, это первая песня из первого альбома. Из первого альбома, да. Песня называется «Чудо». Это все время, говорю, что любимая песня моей мамы. Вышел клип недавно на эту песню. Да, и вышел клип, посмотрите на ютубе клип. Были мы свободны, но теперь один, лишь я один. Перебрал негодных, выходил все комом, каждый блин. Жаль, что между нами не роман был, а все его рассказы. Вскоре за горами ты укрыла свет и гривы глаз. Я хотел тебя украсть, но не буду, но не буду то, что было у нас. Это чудо, это чудо, я хотел тебя украсть. Но не буду, но не буду, то, что было у нас. Это чудо, это чудо. Время скоро мчится, и не нужно быть с тебе одной. Я смог отключиться, ведь не будешь ты мне родной. Обойду и развеюсь, спляшем и попоем. Я не жду, не надеюсь, к сожалению, раз живем. Я хотел тебя украсть, но не буду, но не буду то, что было у нас. Это чудо, это чудо, я хотел тебя украсть. Но не буду, но не буду то, что было у нас. Это чудо, это чудо. Такая песня «Эффект внезапности» называется. Я только хотел сказать, сколько доброты, тепла, улька, галда. У меня друг, простите, перебью вас друг у меня, он врач-лаборант, как он говорит, ты не будешь, что твои фанатки, когда будет же 50-летие твоей творческой деятельности, они с инфарктами все попадают в этом моменте. Нет, не боюсь, ответил, скорее всего, Слава, потому что я же вылечу. Ты же кровь возьмешь, скажешь, приходите в поликлинику, в регистратуру за результат. Все инфаркты предотвратим. Слушай, у меня вопрос родился в этой песне, а почему не буду? Потому что иногда абсолютно сильнее нас такая песня, она автобиографичная, поэтому... Так говорят, не романтики. Не, ну это просто как стадия принятия, да, была уже, что, ну... Это на реальных событиях песня написано? Да, да, конечно, конечно. Стадия принятия интересная. Все, пока ушла любовь? Да, она сейчас у нее все в порядке, она в Москве сейчас живет, поэтому... Ах, какая... Все хорошо. Ничего, мы догоним сейчас второй альбом, бара. Все творчество основано на реальных событиях. Как правило, но вот у меня есть песня, у меня, в общем, две программы было. Одна, чтобы всем понравилось, а другая, чтобы больше никогда не пригласили меня. Вот возьми. И вот одна из песен программы, чтобы больше никогда не позвали, она не очень автобиографичная, но она смешная, поэтому... А почему у вас есть такая программа, вам не нравится наш радио? Красивая, красивая... Нет, просто она очень как апатажная такая, провокационная. Но вы, тем не менее, не испугались и включили ее в программу. Да, потому что я бунтарь, я немного рокер, хоть и с попсовым звучанием. Я хотел сказать, все-таки, какие пристрастия, увлечения музыкальные... Не в плане писать, а в плане слушать, что вам нравится. Все подряд. Все подряд. А исполнять вы хочется по гитару или коллектив собрать? Ну, у меня есть, сейчас я выступаю в режиме лайф-лупинг, это называется. Это когда музыка рождается, ну, прям на глазах, с луп-станцией, как ячмень, понимаете, на глазах рождается. Только гораздо приятнее. Вот и у медиков шуточки. Ну, как-то... Это вынужденная мера была, никто не хотел со мной играть, видите, даже клип не могу я нормально... Ну, как-то трудно набрать команду, всех уговаривать, приходите, пожалуйста, на репетицию. Нет, мы там заняты, мы в качалке, с девчонками. Но у вас была стадия, да, когда кому-то приходилось уговаривать? Всегда, всегда. А потом я увидел просто луп-станцию, что можно самому все наиграть, и это гораздо проще. И сейчас мне нравится именно так выступать. Ну, когда-нибудь я все-таки надеюсь, что соберу группу. Сильный и независимый. Хочется делать рок или хочется делать какой-то коммерческий продукт? Танцевальный. А, то есть коммерческий продукт может быть только танцевальный? Нет, почему? Ну, все-таки, если мы говорим об стиле музыки... Ради чего? Если рок и поп, и поп, это все-таки более коммерческая музыка. Ну, поп, конечно, поп-музыка, только поп-музыка. То есть это музыка, я понимаю, для людей. Да, но поп-музыка, она же может быть и разной. Ну, что? Тут сам говорит, есть та, которая нравится только мне, и есть та, которая всем нравится. Может быть, понравится и вам, да. Бэк-вокалиста я взял с собой из группы. Очень он красивый, такой желтый. Когда я не могу взять какую-то ноту, он делает это за меня, поэтому... Мне на дне рождения, кстати, подарили. Помните фильм «Невезучие»? Это бэк-вокалисты. Какие у вас друзья, так вас любят. Фильм «Невезучие» подарили вам бэк-вокалистку. Ну что, еще песню? Давайте вернемся после рекламы и будем уже много-много играть. Уходим на рекламу. Слава Прихиба продолжает нас знакомить со своим творчеством и с юмором. У нас уже третий день живет, да, автор и, к сожалению, исполнитель своих песен. Ну что? Очень самокритичный человек. Ну что, теперь новый альбом? Да, да. Есть песня... «Невез», 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 поехали до пяти утра на репет. Есть песня, в общем, такой жизненный путь человека и о том, что все беды из-за алкоголя женщин и денег в нашей жизни. Там, давайте предупредим слушателей, есть ли там такие же неожиданные мотивы, как в предыдущей, неожиданные переходы между минором и мажором, чтобы все, кто склонен к инфарктам, были готовы. Максимально неприличное слово там «бухой». Можно употреблять это? Все, уже вы сказали, и поздно. Давайте, поехали. Поехали. Ты наполнен стеснением, у тебя день рождения, все друзья куролеся, исполняются десять. Ты позвал одноклассницу, и тебе она нравится, но тут портит всю патию. Твой бухой, батя, как не вовремя, почему сейчас, как не вовремя, именно в этот раз. Как не вовремя, почему сейчас, как не вовремя, именно в этот раз. В институт окунаться, и тебе восемнадцать, подогреты на кураже, и она на крючке уже. Подбираешь словечки, но выходит осечка, ведь ее угощает предатель. Твой богатый приятель, как не вовремя, почему сейчас, как не вовремя, именно в этот раз. Смог ты уединиться, когда стукнуло тридцать, тут звонит в дверь соседка, брюнетка и сердцеедка. Ее хватаешь с порога, сам оголяешься понемногу, но тут заходит не кстати твоя жена Катя. Как не вовремя, почему сейчас, как не вовремя, именно в этот раз. Как не вовремя, почему сейчас, как не вовремя, именно в этот раз. Куприят, ты возьми в ротацию, пожалуйста. Слава, это действительно песня о жизни. Это тоже из личного опыта. Подожди, этот опыт еще не... Нет, вот это не личный опыт. Я же испугалась за вашу судьбу, дубой, бедный парень, почему сейчас, почему так? Очень автобиографичная. И бати у меня нет, и тридцати нет, и жены Кати нет. Жизнь удалась, судя по вашей песне. У меня у вас все получилось, все было вовремя и в нужный раз, в нужный час. Так что, спасибо. Ву, очень классно. А чье творчество нравится, Слав? Ой, да много кого, опять же, мне сложно... Ну, если вы брать из... Из кого прям... Автора-исполнителя. Недавно впечатлил, кто меня очень сильно. Давайте, да. Впечатление мне. Это рэпер Многознал, Эд Ширан и... Я думал, вы стрекало слушаете. Валентин Сиркало, но... По жанру похоже, потому что у него тоже смешное подметание, да? Ну, не, тоже и смешное, и да, и лирическое есть, да. Но, мне кажется, это просто все стремятся, особенно поп-музыканты, для охвата аудитории писать, так скажем, песни, которые вызывают разные эмоции. Это может быть... Вы не плачете только... Я от счастья. От счастья. Вот, что... Ну, так скажем, где-то погрустить, где-то поржать, там, где-то еще, там, не знаю, какая-то совсем тоска, там. И где-то, может быть, какая-то даже там ненависть. Ну, в общем, такой прям, большой спектр эмоций, грубо говоря. Большой спектр эмоций, потому что вот эта песня была на мою жизнь похожа. Это не то, что тридцатичек. Давайте новую эмоцию. Шучу, шучу, конечно. Опять... Конечно, конечно. Расскажите немножко, прежде чем будете исполнять про эту песню. Как она взялась, когда и о чем она? Ну, эта песня, она... Тоже из нового альбома? Нет. Кстати, нет, я думал, она самая такая попсовая, простенькая. Если вы мне подпоете, будет вообще здорово. Мне кажется, заценят. Да, может быть. Нет. Потому что я всегда мечтал о баритоне, допустим, как у вас. Ну, так пусть подпят. Ну, как-то... Я могу только как ваша бэк-вокалистка. Не растянулась гортань достаточно. Да, а вы, да, вот можете... У вас будут, да, докажем. Инструменты дайте вместе. Я могу и сама. Ну, поехали. Вещаем из поселка Бурмистрово. А, не работает. Так, песня называется «Ты любила Джонни Деппа». Она с первого альбома. Ой, опять про мою жизнь, звоночек. Да, вот. Ну, так вообще, как удалось всё. Вообще. Я помню осень в девятом классе, Когда сливалось всё в серой массе. А ты одна сидишь в квартире И плачешь только о грёзном мире. А я любил тебя так нелепо, Но ты любила Джонни Деппа. А я любил тебя так нелепо, Но ты любила Джонни Деппа. Как ни пытался освободиться И стал свободной и вольной птицей Ты смотришь фильмы из сонной ночи И не могу вновь ничем помочь я А я любил тебя так нелепо Но ты любила Джонни Деппа А я любил тебя так нелепо Но ты любила Джонни Деппа Это радио после двенадцати ночи Так это Джонни Деппа Как ни пытался освободиться По двери стоя Тебя тогда я так и не понял Ведь я не Джонни и я не Деппа И я тогда был глазами слеп А я любил тебя так нелепо Но ты любила Джонни Деппа А я любил тебя так нелепо Но ты любила Джонни Деппа Вот вы говорите самокритичный человек А может быть ты любила славу прищепа Можно в конце Ой, вот оно пошло уже Так и надо было спеть Сначала он такой самокритичный А надо держать баланс Мне так и надо держать баланс Как кантаходец Молодец, кантаходец у нас специальная рубрика для кантаходцев есть Спасибо, Слава История Хотя мне кажется, куда уж добавнее Попробуйте Нет, был случай, я вспомнил Поскольку у меня группы нет Мне приходится самому играть на всех инструментах на записи Уединяться приходится, так сказать Только барабаны мы берем там готовые Со звукорежиссером И я еду со студии достаточно поздно И меня останавливают гаишники И они видят, что у меня на заднем сидении три гитары Бас, акустика и электруха Ну там молодые документы, ваши люди Забирает права И не отдает А, что это у вас такое? Это три гитары Вы же один Зачем вам три гитары? Логично И я так, ну понимаете, тут такая ситуация Просто надо играть на всем И реально не отдает права Докажите, что у вас гитары И пока я им не спел гоп-стоп Мы подошли из угла, серьезно, вы это пели? Уже люди начали стягиваться, которых тоже осадавили И там перформанс целый был уличный Вы на трех гитарах пели одно время? Вот хотелось бы на трех, чтобы доказать Но я взял только акустику И вот пока не спел гоп-стоп Это как выкуп невесты, только выкуп прав Да, поэтому Спел, красавчик Если я 10 ноября буду на дне милиции Знаете, откуда растут ноги? Слава Прищепа Спасибо большое Спасибо вам Всех слушателей благодарим В студии Радио 54 для вас работали Талалаева Настя Александр Часоветин Всем добрых, классных, позитивных выходных Услышимся с вами в понедельник Ну а я, еще раз повторюсь, увижусь С жителями Куйбышевского района Уже завтра На опраздновании 20-летие телекомпании ОТС Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...